Добрый день, мои дорогие друзья! Добрый день, мои дорогие подписчики! Что-то давненько я не делала украшений, получается как-то много-много различных находок, и по времени не успеваю. Так, что же я хочу сегодня показать? Я сегодня в Инстаграм выложила фотографию вот этих клипс, которые я нашла вчера. Порядка 13 штук на обложке, но часть из них уже выложена в магазин. Других, я имею ввиду, не этих, а из вчерашней находки. Часть уже выложена в магазин, и часть уже поставлена на резерв. Пожалуйста, обращайте внимание, есть ли позиции на резерве, я, конечно, вам ее продать не смогу. Так, и что же здесь? Здесь у нас явно 70-е годы. Посмотрите, какие красивые клипсы. Очень интересный камень. Камень переливается, и мотив здесь, я бы сказала, такой вот цветочный. Все камни установлены на пронксе, то есть это вот все камни на зажимах. Все это очень хорошо закреплено. Все камни натуральные, чистые. Я имею ввиду родные, чистые, беспроблемные. Очень красивая позиция. Следующая позиция не маркированная, нужно отметить. Следующая позиция, клипсы тоже не маркированы. Но посмотрите, насколько они хороши. Это все клипсы. Клипсики совершенно чудесные. Так смотрятся. И верхушечка, мне кажется, у них вот что-то в стилистике короны. То есть очень интересные длинненькие клипсы. Эти клипсы выполнены в стиле застежки на ремне. Очень интересно смотрятся. Мне кажется, это не кристаллы Совороски. Мне кажется, что это кубик циркония. Потому что маркировка здесь есть Китай. И по-моему, это серебро в позолоте. Интересные по стилистике клипсы. Интересно смотрятся. Все эти позиции будут бюджетные. Следующая позиция, к сожалению, будет не бюджет. Но позиция очень интересная. Клипсы маркированы. Клипсы маркированы Лагуна. И такие клипсы встречаются крайне редко. Обратите внимание на верхушке камней. Везде вот здесь есть такие маленькие крошечные кристаллы Совороски. Клипсы крупные, большие, очень блестящие. Очень много света, очень много отблесков. Кристаллы все здесь. Aurora Borealis в голубом цвете. Клипсы маркированы. Клипсы в идеальном состоянии. Единственное, что их носили, конечно, их нужно немножечко почистить. Я думаю, что их просто нужно протереть водкой, чтобы убрать пыль, чтобы убрать какой-то небольшой налет на них. И следующие клипсы тоже из вчерашней находки. Клипсы очень интересные. Они не маркированы. Мне здесь нравится сочетание цветов. И голубой, и травянистый, зеленый, и розовый. Очень нежные, очень женственные, очень симпатичные клипсы. Вот так они должны смотреться на ушки. То есть вот такая позиция. Поэтому еще раз говорю, заходите в магазин. И сегодня постараюсь сделать фотографии этих украшений. День сегодня красивый и солнечный. Так, что же еще у нас здесь есть? Очень интересная позиция. Это клипсы с маркировкой Kenneth Lane. Клипсы не очень винтажные, так скажем. То есть им явно где-то может быть лет 10, не больше. Очень симпатичный дизайн. Вот такие бантики, не бантики. Много кристалла Сваровски. Клипсы маркированы. И у них есть оригинальная коробка. То есть вот это все пойдет в оригинальной коробке. Так, надо посмотреть, какой здесь год. Вот, кстати, это клипсы для Иван 2003 год. Такая вот позиция очень интересная. Следующая. Плавно передвигаясь, я купировала стол в гостиной. Не в гостиной, а в Данинром столовой. И здесь несколько таких моих увлечений птичками. То есть все эти птички, за исключением одной, не маркированы. Здесь и совушки, и здесь и фламинго горячо любимое. Маркирована только одна птичка. Только вот эта птичка, мне кажется. Упс. Это птичка из серебра. Скорее всего, это мексиканская такая красавица. И у нее здесь Mother of Pearl. Это что это такое? Это перламутр, скорее всего, из перламутровых раковин вставки. То есть все птицы, кроме вот той, которую я вам показала, они будут бюджетные. Что здесь у нас? Здесь у нас еще такое интересное колечко, явно где-то 70-е годы. Так, и плавно перемещаемся. На днях я тоже немного погорячилась и купила большой мешок с украшениями. Даже два. Один был Трифайр, он практически весь ушел. Остался у меня неразобранный. Я постепенно разбираю. Сейчас Эйван. Эйван, этот весь Эйван, я думаю, что он из 70-х. От них есть интересные позиции. Посмотрите, вот эти клеи. Это серьги в трехцветной эмали. Серьги для проколотых ушей. Они в идеальном состоянии. Мне они очень-очень нравятся. Очень много интересных от таких позиций. Тоже цветочки. Цветочки Люсайд, Люцида. Я не знаю, как правильно сказать. Так, что еще здесь из зодиаков есть. Это, по-моему, Дева. Здесь у нас Лев. Очень много здесь цепочек. Какие-то цепи. Все это маркировано Эйвен. То есть, какие-то просто бусики. Явно где-то 60-е, 70-е. Есть вот такие цветочные вещи. Очень интересные. Здесь, по-моему, вот этот интересный единорог. Так, чтобы вам еще здесь показать всякие бизоны. И здесь, боже мой, что у меня здесь. Здесь у меня не разобраны цепочки от Эйвен. Все они с какими-то либо кулончиками. В принципе, они все в нормальном состоянии. Единственное, что мне хочется, их почистить в Сонике. В специальной машинке такой для очищения. Я хочу их всех прочистить, чтобы на них не было ни каких-то пыли, ни какого-то налета. Это, по-моему, из Селебрити. Большая цепочка. Тройная такая цепочка с такими вставками. И, короче говоря, здесь все вот это нужно разбирать. Постепенно выкладывать в магазин на продажу. Поэтому, если что-то вам будет интересно вот из-за этих позиций, имейте в виду, что они все бюджетные. Очень многие позиции уже выложила в магазин. Многие отфотографировала, их здесь нет. И еще раз, если что-то интересно, пожалуйста, заходите, пишите, оставляйте свои сообщения, я с удовольствием с вами посотрудничаю, поработаю. На этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. До новых встреч. Пока-пока.